значит у нас с вами сейчас будет разборка с электромагнитным полем по полной программе начинаем мы естественно с уравнения Максвелла потому что уравнение Максвелла просто переносится на квантовый язык без изменения пока правда мы не будем еще заниматься собственно квантованием мы разберемся с тем как устроены классические уравнения в принципе вопрос для вас примерно ясен так но лучше чтобы он был ясен до конца значит у нас есть значит H и E мы уже обозначили напряженности именно такие кал так чтобы отличать от E и H энергии Гамильтониана так это не материальная пара это материальная пара к ним обязательно мы должны добавить уравнение непрерывности потому что без уравнения непрерывности эти уравнения на самом деле не легитимны это мы дальше увидим так значит вектор потенциал мы с вами уже обсудили прошлый раз так переходим к вектор потенциалам и используем кулоновскую калибровку значит у нас с вами E равно минус градиент фи минус единицы на c dA по dT так значит H равно ротор A и див A равен 0 так калибровка кулоновская не надо думать что она чем-то хуже чем лоренцева лоренцева просто сразу получают сравнение движения в терминах вектор потенциалов для с долбертианом так здесь они такими не будут и зато здесь сразу выскакивает поперечный вектор потенциал так и поперечность фотонов так что физически самое желательное в лоренцевой там нужно долго возиться чтобы убедиться что продольные временные друг друга компенсируют поэтому пользуемся этим тот кто опять же считает что условие нехорошее потому что оно нековариантное в основном деле если вы делаете лоренцевое преобразование вы действительно его испортите но чтобы на него встать нужно сделать еще одно градиентное преобразование дополнительное градиентное преобразование всегда можно сделать потому что он не меняет физической сути поэтому никаких проблем на самом деле здесь нет так здесь все ясно да теперь значит в терминах вектор потенциалов нематериальные уравнения автоматически выполняются так остается пара материальных значит туда мы подставляем h и е заданные через вектор потенциалов и получаем ну надеюсь все помнят что рот рот это град див минус воплосян так див равен нулю так поэтому будет у нас с вами вот отсюда когда мы подставим е единица за квадрат d2a по dt квадрат так плюс единица на c на блок дфи по dt и минус лопесиан а значит уравнение первое пишется так второе уравнение очень удобное потому что если мы в него подставим е через потенциалы так то автоматически вылетает из-за кулонской калибровки поэтому второе уравнение будет лопесиан фи равно минус 4 пи ро так уравнение пассона который все прекрасно знают и прелесть кулонской калибровки заключается в том что здесь у нас фи выражается через мгновенное распределение заряда в тот же момент времени значит фи от r t равно интеграл dr штрих ρ от r штрих и то же самое t никакого запаздывания нет так потому что здесь просто лопесиан поделить на модуль r минус r штрих надеюсь как перейти отсюда сюда все знают через функцию грин согласно отсюда сразу следует что у нас фи в кулонской калибровке не является динамической переменной он определяется мгновенным распределением заряда так и тем самым из собственно степеней свободы поля выпадает он определяется внешними зарядами согласны согласно так вот для дальнейшего нам с вами нужно будет поэтому фактически только вот это уравнение именно здесь сидит динамика потому что здесь 2 производные по времени и самый удобный способ с ней разобраться так как нам с вами нужно будет для дальнейшего это сделать фурье преобразование фурье преобразование можно делать двумя способами сейчас мы проголосуем его можно сделать сразу так через интеграл можно через ящик так и через вложение в виде суммы как кто хочет потянем 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 замечательно тогда значит мы сразу с вами делаем фурье преобразование значит давайте начнем с токов и зарядов рот рт равно единицы на 2 пи 3 вторых это для нормировки интеграл д.к. е. и. и. к. р. на ро ну теперь давайте так к от р понятно да жи от р т тоже самое а то не к разве я просто не стал писать два аггумента так значит прошу прощения от т извините мы раскладываем фурье по р по координате по времени естественно мы оставляем явную зависимость в которое поэтому все хорошо будет получать обеспечивание фурье по р что не могут cognition нужно Ну и дальше миша если вам хочется могу здесь просто места мало так У меня как раз просто смутил, что у нас там ик и р зависимости остались, если там т, то все хорошо. Нет, нет, так, значит, dk, e, i, k, r, j, k, t, так, это фурье компоненты. Обратное преобразование всем должно быть очевидно. То же самое у нас будет, естественно, для фи, так, и то же самое у нас будет для а. Ну, я это не пишу, потому что фурье преобразование везде однотипное, ничего в нем специального для фи и а мы изобретать не должны и не будем. Так, если мы теперь подставим фи-разложение в наше уравнение, так, и запишем аналогичный, ну, аналог этих уравнений для фурьеобразов, то мы с вами получим следующее. Единица на c квадрат, d2, a, k, a, t, o, d, t квадрат, плюс, плюс, потому что вторая производная, лаплосиан, так, два раза ик, поэтому будет плюс k квадрат, k квадрат, так, на a, k, a, t, равно 4π к c, j, k, a, t, так, чё? А, да, 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 да. Давайте я себе напишу, минус, так? Значит, у нас здесь поделить на С, Д фи К от Т по ДТ. Это первое уравнение. На самом деле для дальнейшего нужно будет переписать вот это уравнение. Оно переписывается естественно очень просто. К квадрат Фи К от Т равно 4 Пи Ро К от Т. Согласны? Согласны. Так? Прекрасно. Значит, дальнейший наш с вами анализ будет заключаться в том, что мы будем тщательно разбираться с этим уравнением при условии калибровки в импульсном пространстве, которое нам даст автоматически К А К от Т равно 0. Ну, надеюсь, комментировать здесь ничего не нужно. Замечательно. Значит, тогда мы с вами дальше действуем так. Значит, это условие означает, что в импульсном пространстве вектор потенциал у нас поперечен. Так? У него есть компоненты только ортогональные к волновому вектору К. Значит, тогда вот в этом уравнении, да, на самом деле сидит два уравнения. Потому что у нас с вами здесь автоматически прописывается в А поперечная часть, так? И еще обязательно будет продольная. Поэтому мы дальше с вами раскладываем Ж К от Т на две компоненты. Ж параллельная К от Т, так? Это вдоль импульса. И Ж перпендикулярная К от Т, так? Так. Вектор А у нас автоматически является сразу поперечным. Всего этого условия, параллельная компонента в нем отсутствует. Тогда, ну, давайте здесь испишем до конца. Тогда у нас вот это уравнение, так, оно автоматически разбивается на 2, так? Первое уравнение будет содержать только поперечную часть. Поперечные части относятся к компоненту А, поперечная компонента тока. А эта компонента чисто продольная, она направлена просто по К. Поэтому первое уравнение у нас с вами будет писаться так. единица на С квадрат Д2А перпендикулярная по ДТ квадрат плюс К квадрат А перпендикулярная равно 4П к СЖ перпендикулярная. Ну, я здесь не подписываю лишние аргументы, нам надо всегда экономить место, так? Продольная компонента нам даст следующая. Здесь ее нет, да? Она есть только здесь. И она будет писаться так. 4П к С. Ну, я пока напишу, ничего не сокращаем. Значит, Жи продольная, так, равно, соответственно, ИК к С ДФИ КО ДТ. Понятно? Так, теперь надо стереть. Возможно, давайте попробуем сначала стереть вот этим. Свежая доска трется нормально. Очень, конечно, но ничего. Так, это мы оставляем, и это мы тоже стежаем. Очень, конечно, очень чистая. Очень чистая. Я бы еще... Так, движемся дальше. Думаю, что еще один раз доска выдержит, потом ее вымоем. Значит, здесь все понятно, да? Господа, господа, здесь все понятно. Замечательно. Значит, давайте теперь запишем, что такое у нас G параллельное. G параллельное – это компонент G, который направлен вдоль импульса. То есть проекция G на направление импульса. Так, K, KG поделить на K квадрат. Проекция до сих пор брала, все, вот так. Согласны? Согласны. Тогда мы подставляем G параллельно в таком виде сюда, сокращаем на K и получаем тогда вот такие замечательные уравнения. Это у нас будет 4P, так, KG равно, так, и D по DT от K квадрат Фи КТ. Я умножил, так, поэтому здесь будет K квадрат дополнительный. Так, на С сокращаем, 4P оставляем. Согласны? Согласны. Дальше, наше уравнение для скалярного потенциала – это K квадрат Фи КТ равно 4P Ро КТ. Так, поэтому продолжаем знак равенства и D по DT 4P Ро КТ. Ясно? Сокращаем на 4P, все в одну часть, это будет такое уравнение у нас с вами, D Ро КТ по DT, так, плюс, я I переброшу сюда и потом все соберу вместе, плюс IKG равно нулю, ну, GKТ. Что? Совершенно верно, GK, прошу прощения, не GK, а IK – это дивергенция, поэтому на самом деле это не что иное, как фурие преобразования от уравнения непрерывности. Все согласны? Поэтому оно тождественно выполняется, если мы в исходную систему ввели это условие. Я вам говорил, что это условие обязательно нужно вводить, потому что иначе у нас все концы с концами не сойдутся. Теперь они сошлись, так, поэтому уравнение параллельной компонентой у нас с вами тождественно выполняется в силу условия непрерывности, так, и мы дальше должны заниматься только вот этой частью перпендикулярной. Фи у нас полностью выражается через Ро, поэтому это не ей динамическая переменная, а вся динамика, собственная динамика электромагнитного поля сидит вот в этих двух поперечных компонентах. Наш главный интерес сейчас это прежде всего именно свободное поле, значит, Жи зануляем. Тогда у нас уравнение на поперечные компоненты вектор потенциала записывается очень просто. Если мы введем круговую частоту Омега К равно С модуль К, ну это уравнение гармонического стиллятора с круговой частотой Омега. А почему мы можем же перпендикулярно измолить? Потому что мы хотим случай свободного поля рассмотреть. Совершенно не понял. Сейчас, вот на данный момент, нас интересует свободное поле, так, как таковое, так, чтобы понять, что оно из себя представляет в терминах фотонов, так. Потому что наша цель, так, которая была озвучена в прошлый раз, это вот понять и объяснить всем, так, что же такое коспокулярно-волновой дуализм в терминах электромагнитного поля. Потому что здесь это реальность, данная нам в ощущение, потому что мы с вами и световые волны прекрасно ловим, так, и фотоны, которые переносят энергии импульса и количество движения, так. И то, и то это объективная реальность, это две компоненты одной и той же физической реальности под названием электромагнетизм, так. И надо уметь из одной переходить в другую. Потому что два способа описания одного и того же явления, но в конкретной ситуации так появляются либо одни свойства, волновые, либо другие свойства, коспокулярные. И очень часто, вот, например, фотоэффект. Фотоэффект — это задача, которая решается в терминах фотонов, потому что и красная граница объясняется фотонами, и законы Сталетова, так, что у вас главная не амплитуда, так, амплитуда — это число фотонов, так, а энергия фотонов, так. И как бы вы, какое бы вы световое воздействие не оказывали, с частотой меньше, чем красная граница, фотоэффект не пойдет, так, согласны? Вот. А здесь без апелляции к фотонам у нас объяснения не будет. Кстати, это, да, объяснение сделал Эйнштейн, так. И Нобелевская премия, так уж между нами, Эйнштейн, была прислаждена отнюдь мне за специальную теорию относительности. Не е равно mc квадрат, а за фотоэффект, так. Все остальное было посчитано, ну как, неочевидным, сомнительным и требующим дополнительных перепроверок, так. А фотоэффект, вот он перед вами, так, и все концы с концами сходятся, и красная граница есть, так. Поэтому здесь все так, как положено, как завещал Нобелев, так. Вот. Здесь мы сейчас, поэтому, Миш, зануляем g, потом мы включим g, так. Но сейчас мы его зануляем и разбираемся только со свободным электрометным полем. Свободное электрометное поле – это простейшее осцилляторное уравнение, для которого мы сразу напишем ответ следующий. Значит, нам нужно ввести две линейные, пока поляризации, так. Которые, как раз, и будут нам обеспечивать условия поперечности. Так. Их определение очень простое. Они вместе с вектором k образуют правую ортогональную тройку. Так. Значит, e1 – это ось x, e2 – ось y, k – ось z, так. Значит, именно эти две компоненты, так, это и есть орты, которые нам нужны для разложения а, потому что именно они обеспечивают поперечность. А сам k – это продольная компонента, так. Поэтому дальше мы с вами переписываем ответ для а перпендикулярного от t в следующем виде. Это будет у нас с вами сумма о лямбда равная 1, 2, так. Это мы пересчитываем наши компоненты поляризации и раскладываем поперечный вектор пуним. Понятно, что это два орта, так, и полей мы всегда можем разложить, так, умножить на следующую конструкцию. А пока все, повторяю, идет на классическом языке, так. Поэтому здесь у меня пишется просто знак сопряжения – это классические амплитуды. Вся задача решается пока на классическом языке, мы просто делаем фри-анализ, так. Это два решения уравнения гармонического стиллятора, так. Которые мы сразу переписываем так, чтобы обеспечить условия вещественности, так. Потому что исходный вектор потенциал у нас создается как вещественная величина. Поэтому еще должно быть обязательно нужно дополнительное условие вещественности. Только вот здесь я прошу меня извинить. Вот так, потому что в терминах фри-компонент у нас с вами должно выполняться вот такое условие. Поэтому здесь минус, омега не меняется, потому что он зависит только от модуля. А чтобы обеспечить вот это условие, вот здесь сначала должен быть аргумент минус, так. А как получается это условие, всем должно быть понятно. Вы берете исходный фри-преобразование, так. Сопрягаете. Е и КР переходят в Е минус и КР, так. Фри-компонент А становится сопряженной, так. И чтобы у нас с вами была вещественность, у нас А сопряженная К должно быть равно А минус К. Поэтому здесь мы вот именно так прописываем со знаком минус. Значит, это у нас фри-компонента вектор потенциала в областном пространстве. И теперь уже исходя из такой фри-компоненты, мы можем с вами написать окончательный ответ для самого вектора потенциала, так. Значит, теперь мы с вами уже собираем вектор потенциала в конфигурационном пространстве, так. Тогда он у нас с вами запишется со всеми возможными нормировками, вот так. А от РТ это единицы на 2П в 3 вторых, так. Сумма по лямбда 1, 2, интеграл ДК. Так, значит, здесь у нас будет корень. Вот сейчас я введу дополнительный корень кинематический, так. Который нужен для того, чтобы у нас с вами все выражения для импульса, гамметриняна и импульса, так. Получились именно такие, которые нам с вами нужны. Значит, 2 ВН на омега К. Это дополнительный коэффициент, который мы всегда можем в силу линейности уравнения ввести, и нам от этого никакого плохо не будет. Так, значит, а здесь будет такая конструкция. А лямбда от К е в степени минус и омега КТ плюс ИКР. Это то, что у нас приходит от исходного фурьера преобразования. Так, мы делаем его с экспонента ИКР. Так, а, соответственно, вот эта часть, так, у нас здесь стоит минус К. Поэтому мы должны будем заменить К на минус К. И тогда второй компонент у нас запишется так. Плюс А сопряженная лямбда уже от К, так. Е в степени И омега КТ минус ИКР, потому что мы меняем К на минус К. Так. Ну, теперь сразу видно, что вот эта квадратная скобка, она вещественная, так. Потому что это сумма комплексом сопряженных слагаемых. Поэтому у нас А, как и должен быть, он автоматически будет вещественным. Понятно? Значит, теперь все вот эти кинематические множители нам с вами будут нужны для того, чтобы наше окончательное выражение уже для гаминтониана и импульса в терминах наших фурье компонент А малое и А сопряженное мало получилось именно такое, какое оно должно получиться. Так. Значит, наше исходное выражение для гаминтониана, так. Это вот теперь буква аж такая. Это всем вам известное выражение. Наша система координат требует единицы на 8π. Это я оговорился. Другой я. Так. Можно без одной и второй, тогда вы измените закон Кулона. Так. Это неудобно. Значит, подставляем сюда E и H выраженные через вектор потенциал. Так. Скалярного потенциала нет, тока нет внешнего. Значит, когда будем интегрировать по dR, у нас наши пространственные экспоненты дадут 2π в кубе на дельта функцию. 2π в кубе убьется вот этим нормировочным коэффициентом, так. Поэтому интеграл по dR берется и дает нам просто дельта функции, которые снимут вот этот двойной интеграл, оставят одинарный, так. Клиниматический коэффициент 2π убьет 8π, так. И все, что останется, у нас выдаст ровно то, что нам с вами и хочется. Одна вторая, интеграл по dK, одинарный, так. Сумма по лямбда. Сумма по лямбда, опять же, по лямбда будет сумма одинарная, так. Потому что сначала у нас будет двойная сумма, но наши орты взаимно ортогональны. И при одном и том же k они при умножении нам оставят либо слагаемость лямбда равным 1, либо слагаемость лямбда равным 2. Поэтому будет одинарная сумма. Вектор компонентов. Не потеряли все-таки умножение на орту? Чего? Ну вот у нас там вот выражение, по-моему, потерялось просто умножение на е лямбда. Вот наверху оно где-то есть? А, потерялось, точно. Потерялось. Давайте вот сюда напишем. Нет, сюда нельзя. Перепишем. Интеграл по dK сумма по лямбда е лямбда от k. Да. Потерялось, потерялось. Я просто занимался вопросом тем, чтобы вписать сюда вот это выражение. И е лямбда, она потерялась. Это нехорошо. Давайте его установим. Так. Или скобочку поправим, чтобы это была скобочка. Вот так. Тогда все нормально. Значит, повторяю. Когда будем возводить квадрат, у нас е лямбда будет умножаться на е лямбда. Так. Е лямбда штрих. Но это будет дельта лямбда лямбда штрих. Так. Поэтому двойная сумма снимется, останется одинажная. Самих е в открытии, естественно, не будет. А будет только то, что мы с вами и заложили изначально. А лямбда от К, А сопряженная лямбда от К, плюс А сопряженная лямбда от К, А лямбда от К. Ну, я позволю себе векторные значки не вставить. Это будет слишком мельчить. Так. Все наши кинематические коэффициенты срабатывают именно так, чтобы была здесь чисто одна вторая. Только вот сюда. Миша, почему вы за мной не следите? Так. Надо записать. Не это. Значит. Что делать? Вот так. H омега К. Так. H специально заложено вот здесь. Так. Мы пишем это специально для максимального соответствия тому, что потом мы будем делать. Так. А все остальные коэффициенты подобраны таким образом, чтобы нам с вами сократить все, что не нужно. Ясно? Замечательно. Замечательно. Так. Значит, для импульса P, который есть. Так. Кто из нас электронем, кто сдавал? В импульсе C куда надо писать в исходном выражении? В векторе умного пойнтинга. Числитель или взаменатель? Числитель? Числитель. Числитель? Числительное выражение для вектора умного пойнтинга. Все помнят. Оно вот такое. Так. Так. И теперь, если мы снова проделаем то же самое, я сознательно это делаю, потому что вотколько длинная, а она сограничивает, к сожалению, и место и время. Так. Ответ будет всем известный. Так. Значит, опять же, одна вторая. Интеграл по dk сумма по лямбда. Так. Теперь hk. Так. k приедет из ротора. Вот отсюда из h. Значит, a лямбда от k, a сопряженная лямбда от k, a лямбда от k. Кто мне скажет, а зачем писать так? Это же пока амплитуды классические, так? И поэтому они, естественно, перестановочные. Да, совершенно верно, но я предпочитаю писать так, потому что именно такая структура у нас уже возникала при хронтовании гармонического осциллятора. Так. Поэтому лучше сохранить ту симметрию, которая у нас изначально есть. Если вы вот это место честно пропишите, то она будет вот такой. Так. Только вот сюда, ребятки, давайте-ка допишем букву c. Я про нее тоже забыл. Так. Она нужна, чтобы убирать c вот отсюда. Так. И на самом деле из гамильтониана. Так. Вот теперь все верно. Значит, все понятно, да? Значит, с поляризациями и со спиновыми компонентами мы с вами разберемся позже, потому что сейчас они нам не нужны. Надо немножко знать и про спин, так? И сейчас к нашему теперешнему анализу это будет излишняя добавка, поскольку обсуждение она сейчас у нас с вами подлежать не сможет, так? А вот, соответственно, гамильтониан и импульс – это те величины, которые для нас представляют первостепенный интерес, так? Значит, когда мы смотрим сюда и сюда, мы немедленно видим, что мы сталкиваемся опять с типичной структурой гармонического осциллятора, так? Поэтому вся остальная процедура у нас с вами выглядит максимально прозрачно. Мы просто сразу исходя из уравнения осцилляторного и из вида гамильтониана можем предъявить окончательный результат, который можно подвергнуть детальному анализу через скобки Пассона, так? Но это делать совершенно не нужно, потому что и так всем спрашиваемся понятно, что будет в результате. У нас все для этого приготовлено. А именно, как положено, ничего не меняя в структуре, так, мы просто заменяем А и А сопряженное на операторы А и А крест. Вводим коммутационное соотношение. А лямбда К, А крест лямбда штрих, К штрих равно дельта лямбда лямбда штрих. Здесь сила у Кронекера, потому что лямбда дискретный индекс. Дельта К минус К штрих. Здесь дельта функция. Дельта функция, как всегда, у нас означает, что не коммутируют только операторы, принадлежащие одной степени свободы. Как только К не равно К штрих, различные степени свободы у нас должны быть ноль. Все остальные коммутаторы, давайте их напишем, на всякий случай, А лямбда от К, А лямбда штрих от К штрих. Так. И, соответственно, в терминах крестов то же самое, которые отсюда получатся просто эмитным сопряжением, это всегда ноль. Так. Даже, ну в одной степени свободы это понятно, что это ноль, потому что это один и тот же оператор. Так. Это у нас означает, что каждая степень свободы электромагнитного поля имеет свой волновой вектор и свою поляризацию. Так. Гамильтониан после этого у нас представляется в каноническом виде. Сумма по лямбда интеграл ДК, H омега К, А крест лямбда К, А лямбда К, плюс одна вторая. И импульс. И каждая степень свободы представляет из себя свой гармонический осциллятор со своей круговой частотой поляризации и волновым вектором. Ну, правильно начать с волновым вектором, поляризацией, круговой частотой. Так. Теперь любое состояние с определенной энергией и импульсом мы имеем право построить в терминах осцилляторных чисел заполнения по каждой моде. Так. А именно, если мы теперь введем вектор, давайте его снова обозначим омега. Так. Так. Который будет получаться вот таким образом. Это произведение тензорное. Так. По всем нулям осцилляторным в каждой моде. Так. Каждая мода имеет свой 0. А лямбда k на 0 лямбда k это 0. Так. Но здесь, поскольку мы описываем уже совокупность осцилляторов, мы должны ввести тензорное произведение. Так. По всем модам. Ну, по хорошему, конечно, это надо было бы делать предварительно в фуре преобразования в конечном объеме. Чтобы все было дискретно. Так. Ну, потом все равно мы всегда будем делать предельный переход к бесконечным объемам. И так или иначе перейдем вот сюда. Так. На всякий случай предупреждаю. Вот такого типа построения. Так. Чтобы они были законны и правильно обоснованы. Сначала нужно ввести в рамках конечного объема, когда вместо интегралов стоят суммы. Так. Тогда здесь будет просто бесконечная сумма, но со счетчиком, нумерующим отдельные моды. Так. Тогда она имеет смысл. И потом уже будем переходить к бесконечному объему, переходя от сумм к интегралу. Ну, поскольку общество такие вещи уже знает заранее. Так. То мы с вами работаем прямо вот так. Поэтому вот этот значок. Это произведение. Так. Понимается именно через предел. Так. Другого определения у него на самом деле и не существует. Так. Значит, этот вакуумный вектор обладает тем свойством, что оператор уничтожения с любыми индексами λ и k его занулит. Так. Напоминаю правила тензионного произведения. В тензионном произведении, значит, это совокупность векторов по всем модам. Так. Когда на такой вектор в виде тензионного произведения действует оператор уничтожения, он по определению должен делать что? Он должен найти в этом произведении свой нуль. Так. И действует только на него, на остальные нули. Он не действует, потому что законы тензионного произведения говорят, что каждый индекс должен соответствовать своему индексу в тензионном произведении. Так. Так. Значит, ввели общий нуль. Так. И теперь очевидное утверждение, что если мы построим состояние с числами заполнения по каждой моде. Я теперь не буду писать индексы λ до k. Так. Потому что это просто лишняя трата доски. Так. Мы выбираем некоторое количество мод. Так. Соответствующими числами заполнения. Так. Значит, такое состояние это тоже естественно тензорное произведение. Но его удобно тогда записать так. p по i. Так. А крест ita в степени n ita корень из n ita бактериал на наш вакуумный вектор. Ну, я здесь написал букву p. Так. Она никого смотреть не должна. Можно поставить значок тензионного произведения. По-хорошему. Так. Каждый окрест ita в ita моде порождает n ita квантов. Так. Все как положено действует на вакуум. Каждый ita действует на свой ita ноль. И в результате мы автоматически для h действующего на такое состояние и получаем ответ e от n1 от n ita на тот же вектор. Потому что по каждому компоненте нашего вектора мы будем получать собственное значение. И это собственное значение всего аддитивности h по модам будет являться суммой по i h омега ita n ita плюс 1 вторая. Так. Всем понятно? Всем понятно? Все то же самое, как для осциллята, только мы должны перебирать полную совокупность мотоэлектромагнитного поля. Я еще повторяю, я не пишу индексы лямбда k для каждого из n и каждого из окрест, потому что это будет слишком жирно. Так. Всем и так понятно? Значит, для импульса также совершенно получим собственное значение. Так. И соответственно, что собственное значение будет равно сумме по i h k ita n ita плюс 1 вторая. Согласны? Замечательно. Значит, тогда, ну, всем понятно, это вот упражнение на всякий случай, что когда мы в одно из мод поменяем число заполнения на единичку. Так. Так. Добавим еще один квант действием соответствующего оператора рождения. У нас энергия изменится на h омега ita, импульс изменится на h k ita, так. Так. Что может быть прочитано единственным способом. Так. Что мы с вами, изменяя число заполнения, действуя оператором рождения, мы добавляем энергию h омега ita, импульс h k ita и рождаем тем самым фотон. Так. Переносащие энергию и импульс. Возбуждение электромагнитного поля в терминах корпускулярной части. Так. Согласны? Согласна. Замечательно. Ну, здесь, естественно, у нас остаются два вопроса. Так. Это вот эти, вот это одна вторая. Потому что это будет означать, что у нас с вами даже при выключенных числах заполнения остается ответ для вакуумного состояния в виде e0 равным h омега, вот здесь даже удобно написать все-таки, сумма по лямбдра, интеграл по dk h омега k пополам. Так. Причем в силу того, что все омеги больше нуля, так, это у нас с вами величина положительная и формально расходящаяся, потому что, когда мы берем интеграл по dk, мы автоматически получаем ультрафиолетовую расходимость. Так. Ну, термин ультрафиолетовая расходимость, вам понятно, это расходимость по верхнему пределу, по большим k. Для импульса ответ p0 похожий. Так. Ну, тот, кто скажет, что вот для такого интеграла будет обязательно ноль, так, тот на самом деле будет неправ. Это все равно расходящийся интеграл, так. Потому что здесь ответ будет зависеть от того, какие вы будете брать пределы, так. Все равно по верхнему пределу у вас будет под интегральное выражение неограниченно расти, так. И поэтому интеграл не сходится абсолютно так. А то, что его можно так поинтегрировать в симметричных пределах, чтобы был ноль, это не есть окончательный ответ, так. Это все равно расходящееся выражение, поэтому формально у нас с вами в вакууме, так, есть ответ для и ноль и для по ноль, так, которые не то, что не нули, они оказываются расходящимися. Ну, на самом деле, пугаться этому совершенно не нужно, к этому надо привыкать. Таких бесконечностей у нас с вами и было достаточно уже, и у вас прежде всего. Собственная энергия точечного заряда какая? Бесконечная. Бесконечная, так. Такого типа бесконечности мы можем насчитать бесконечно много, поэтому здесь не надо пугаться, потому что сама энергия по себе – это лишь способ описания реальности, а не сама реальности как таковая. Важно изменение энергии. Вот изменение энергии – это уже физическое значимое событие, так. А отсчет, начало отсчета – это всегда в нашей власти, поэтому всего того, что это всего лишь наше описание, так, а не ядность как таковая, то здесь никаких особых испугов быть не должно, так. Здесь как раз вопрос выглядит максимально просто, мы с ним дальше разберемся, потому что само изменение Е0 может быть в ряде случаев вполне корректно описано, как физический процесс, так. А то, что Е0 – формальная бесконечность, ну да, это можно считать, что это есть отрицательная сторона нашего способа описания, но лучше-то нет, так, на сегодняшний день. Поэтому с этим надо просто спокойно мириться и понимать, что способ описания никогда не бывает абсолютно идеальным, всегда есть хоть маленькие грешки, в том числе и вот эта часть, так. Значит, но самое главное для нас, что по отношению к этой части, так, если мы, так, значит, на нее закроем глаза или просто выберем начало отсчета, так, чтобы начинать отсчитываться отсюда, так, то все остальное у нас укладывается в концепцию фотонов прекрасно. Согласны? Значит, вот теперь у нас с вами появились фотоны, как кванты соответствующих осцилляторных мод, так. С ними вот в таком варианте все совершенно прозрачно. Н-фотонное состояние вот такое, если мы вот это опускаем, так, то это как раз все, как и должно быть. Каждый фотон переносит энергию H-омега-ито, переносит импульс H-ка и до свободного поля у нас ответы просто аддитивные суммы по всем заполненным модам. Так, теперь перейдем к следующим вопросам. Вот это чисто фотонная картина, так, но вот электромагнитизм как раз характерен тем, что у нее есть и другая сторона реальности, а именно волновая, так. Вот вопрос о том, как отсюда перейти к волновой картине, это то, что мы сегодня с вами должны обязательно понять. Значит, первое, что я вам должен напомнить, что операторы, ну это мы с вами делали, на всякий случай напоминаю, а крест на n это корень из n плюс 1 на n плюс 1, а на n это корень из n, n минус 1, так. Они меняют обязательно число выполнения. Второе, что прямо следует отсюда, так, из структуры тензованного произведения, что наши вектора с числами выполнения, если мы берем скаляное произведение, берется как положено в тензованном произведении, именно каждый вектор со своими индексами, bra, умножается на свой вектор со своими, с теми же индексами, ket, так. Поэтому здесь у нас будет n1 штрих, n штрих это, так. Это будет совокупность символов кронейкера. Как исцеляторы, только теперь в виде совокупности числом заполнения по всем модам. Всем понятно? Всем понятно? Отлично. Значит, тогда мы с вами первое, самое естественное, что можем предпринять, это взять вот такой вектор. Нам он совершенно понятен в терминах фотонов, так. И, как и должно быть, извлечь, попытаться физическую информацию о вектор потенциале и тем самым о всем, что характеризует поле уже в терминах именно напряженности тем самым луновой структуры, так. Через матричный элемент, так. Все физические следствия мы извлекаем через матричные элементы по тому состоянию, которое мы с вами понимаем, что это такое. Что такое состояние в терминах чистого заполнения, мы прекрасно понимаем, так. Поэтому вычисляем соответствующий матричный элемент диагональный, ну, прежде всего, для вектора потенциала, потому что для нас вся информация в свободном случае сидит именно в нем. И получаем следующий ответ. Если посмотрим сюда, потом посмотрим на то, что у вас есть в тетрадках про структуру а в терминах айокрест, мы немедленно поймем следующее, что вот здесь у нас айокрест, а и кресты будут менять число заполнения, ну, допустим, вот здесь в кет-векторе, так. Поэтому здесь у нас соответствующие n заменятся на n плюс минус 1, и после этого у нас эти два вектора оказываются обязательно ортогональными. ответ ноль, никакого классического поля мы с вами не наблюдаем, так. Ну, на самом деле ничего удивительного нет, так и должно быть, так. Если вы имеете дело с пучком именно фотонов, так, именно фотонов с определенными числами заполнения, то этот пучок фотонов, это пучок фотонов, никакой волны как таковой с ним нет, так. Для того, чтобы нам с вами перейти на язык волн, нам надо сделать другой анализ, а именно освободить следующее. Любой свет порождается источником, так. Свободные фотоны, так, это не тот классический свет, который мы с вами наблюдаем, но отдельные фотоны, тем не менее, мы ловим сетчаткой, это вы знаете, да. Опыты Черенкова, так, они же к этому и сводились, что он сидел в полностью затемненной ванне, так, и смотрел, как отдельные фотоны... Глаз, на самом деле, настолько чувствительный, что при соответствующей настройке, если вы долго-долго посидите в темноте, вы будете ловить отдельные достаточно высокоэнергетичные фотоны в виде вспышек, так, перед глазами, сетчатка на них реагирует, так. Поэтому это не значит, что фотоны не наблюдаемы, они наблюдаемы. Фотоумножители, все регистраторы именно фотонов прекрасно все это видят, так. Но классический волн при этом с волновой картиной интерференции, дифракции и всего, что связано с лунами, у вас так просто получаться не будет. А реальный классический свет, который мы с вами получаем, он всегда привязан к наличию некоторого источника, так. Вот поэтому мы с вами для того, чтобы заработать классический свет, свет, должны изменить задачу, включив в нее, вот, как вы, Володь, спрашивали, так, дополнительный внешний ток, или Миша? Миша, да? Дополнительный внешний ток, который, собственно, и будет заниматься тем, что будет нам порождать классическое электромагнитное поле. Ну, как устроен гаментониан и лограджиан, соответствующий взаимодействию, вы все должны помнить. Значит, h у нас с вами заменится на h0 на свободную часть. h0, это у нас будет наш свободный гаментониан, плюс интеграл по dR, а на внешний ток g. Согласны? Согласны. Значит, вот этот ток, это вот реально тот ток, который протекает по, в нашем случае, по вот этим, это трубочки, да, люминесцентные. Да? Ну, значит, там у нас с вами не лампочки обычные, так? Лампочка – это совсем просто. Есть спиральное накаливание, так? И ток реальный течет именно по спиранке, так? А здесь конструкция другая, здесь светится газ, так? Но все равно у нас есть ток, который этот газ возбуждает, поэтому у нас автоматически вот и есть этот самый g-ext, так? Значит, g-ext у нас с вами тоже должен быть взят как перпендикулярный, потому что раз а перпендикулярно, то g тоже должно быть перпендикулярно, так? Термином фурье-компонент. И тогда мы с вами для g-ext можем написать такое же фурье-разложение. Сумма по лампда, интеграл по dk. И вот только смотрите дальше, что нам нужно написать будет, так? Чтобы у нас получавший, получив тот ответ, который возникнет в терминах уже осцилляторных мод, выглядели его максимально удобно, мы с вами должны написать здесь омега k, так? Сюда 2π, так? Вот сюда давайте только впишем еще 2π3 вторых. Это обязательно, это просто нормировка, привязанная к e-разложению, так? Значит, e лямбда от k, так? Омега k нам сократит то омега k, которое у нас с вами было, так? 2π тоже сократит. Значит, единичку на c напишем, чтобы у нас и c не мешалось. Так, здесь у нас с вами будет g лямбда k, e в степени i kr. Значит, сразу оговорюсь, мы будем рассматривать случаи, когда у нас внешний ток является постоянным, так? Ну, в данном случае это вполне естественно, значит, у нас как раз постоянный ток и течет, так? Плюс g сопряженная лямбда k, e в степени минус i kr. g классический ток, поэтому здесь ничего, кроме сопряжения, быть не должно. Это не оператор, это классический ток, так? И обращаем ваше внимание, что здесь буквы h быть не должно, так? h нужна была нам в разложении вектор потенциала, так? Чтобы получить именно ответ в виде h омега k для аллергии импульса, так? А здесь это классический ток, который про h ничего изначально не знает. g или лямбда k это векторная или скалярная величина? g или лямбда k это фурье компонента, вот векторный значок. А, понял, хорошо. Ток поперечный, так? Поэтому он естественно в импульсном пространстве перекладывается на вектора поляризации. Ну, а говоришь еще, что это вектора линейной поляризации, так? Которые удобны для нашего первоначального анализа. Для анализа компонент спина надо переходить к круговым поляризациям. Но это мы с вами все будем делать тогда, когда у нас будут реальные процессы излучения и поглощения фотонов, потому что для них уже нужно описание в терминах определенных проекций спина. Здесь пока нам хватит линейных поляризаций. Тем более, что линейно поляризованный свет вы тоже все знаете, как получать. Так? Да? Знаете? Задачки с кристаллом турмалина у вас практиками были? Были. Это же линейно поляризованный свет. Вот, поэтому здесь у нас линейная поляризация. Так, значит, а все остальное это просто фурьер компонентами. Вот они, фурьер компоненты. Теперь, если мы перепишем такое выражение для Гринтониана с учетом взаимодействия с внешним током в терминах фурьер компонент, ну, объясняю на пальцах. dr снимется экспонентами. Получится дельта функция. Дельта функция 2π в кубе убьется вот этими коэффициентами. Ну, они всегда так и вводятся. Так, лямбда множится, поляризация множится на себя дадут дельта лямбда лямбда штрих. Омега k в числителе убьет ту омега k в знаменателе, который у нас есть в разложении вектор потенциала. 2π тоже уйдет. И тогда у нас будет такой ответ. h равно, значит, сумма по лямбда, интеграл по dk. Так, здесь ставим кратную скобку. h омега k а крест лямбда k а лямбда k плюс 1 2. Это та свободная часть h0, которая у нас уже была, так. А от взаимодействия к нам приедет очевидный совершенно кусок только с одним дополнительным обстоятельством. У нас с вами останется корень из h, который приедет от вектора потенциала. Это сделано специально, так. Потому что если мы этого не сделаем, то не то, чтобы нам было плохо. Нам потом придется ковыряться и понимать, что к чему. А в данном случае все будет очень просто. Лямбда k а крест лямбда k плюс g сопряженная лямбда k а лямбда k. Здесь сопряжение, потому что токи классические, это просто комплексные амплитуды. Так. И мы с вами... Диагональность, понятно, она заложена вот в этом интеграле и снимается дельта функциями. После чего мы сразу видим, что в каждой моде, так, сфиксированной лямбда k, мы имеем дело с точным аналогом нашей известной задачки с одной степенью свободы в виде... Дайте я даже его напишу. h равно h омега а крест а плюс одна вторая плюс... Ну, в данном случае только с корень из h. f а крест плюс f сопряженная а. Где f это у нас корень из h на соответствующую амплитуду g. Согласны? Замечательно. И эта задача имеет известное решение в терминах когерентных состояний. Опять же, ну, я апеллирую к той задачи, которая была. Индексы лямбда k мы всегда можем дополнительно навесить, когда надо будет. Так, здесь у нас основное состояние будет соответствовать конструкции, которую мы с вами разбирали. Да? Ну, а теперь мы можем немедленно наш ответ обобщить, ну, или перенести, как хотите, на наш случай, когда у нас собирается ответ из совокупности фотонных мод. Какую букву ввести, а? Придумайте. Омегу мы уже задействовали. Зита. Я большую букву X не могу, она вообще-то есть, большая буква. Можно и ню. Нет, ню. Это я, греческий алфавит, я знаю. Твердый знак. Хороший. Значит, вот это вот такая, да, это большая омега. Да. Так? Или W по-простому. А у Кси есть большая? Вот это вот. Что? Нет, это Sigma. А, нет, Sigma это вот это. Да, а ты что рисуешь? А я рисую три палочки. А, да, 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 да. Есть такая, есть такая. А, нет, нет, это кружочек. Миш, вот так, да? Центральная покороче. Да. А верхний закруглится как? Нет, ну вот так вот нормально. Вот так? Она, по-моему, без, без. 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 Она просто три палочки. Просто три палочки. Вот так, значит, да? Можно и без закругления. Ну, и без. Значит. Прекрасно выглядит. Так? Вот. Значит, это аналог нашей армии, да? Который получается тензорным произведением, так? По всем модам наших букв кси. Так? Это наш совокупный вектор регерентного состояния, описывающий состояние уже поле в целом. Так? Он устроен вот таким образом. Е. Минус. Вот здесь, обратите внимание, сумма. Значит. Вот это экспонент вынесется из всех мод. Так? Это очень принципиальное место. Одну вторую вынесем. Одну вторую вынесем. Сумма. Лямбда К. Кси. Лямбда К. Кси. По модуну квадрат. Так? Значит. На тензорное произведение. Е. Кси. Лямбда К. А крест. Лямбда К. на вот тот самый вакуумный вектор. Ну, здесь у меня места мало, но все поняли, да? На тот самый вакуумный вектор, то есть вакуум для всех. Вот. Так? Тогда у нас значок тензорного произведения затрагивает только операторную часть, а вот… Ну, это же числовая экспонента. Не, вот то, что справа. У нас тензорное произведение, по сути говоря, можно взять скобочки только экспоненту, а вот эту вот большую омега, она вне. А большую омега где, конечно. А мы могли бы написать маленький нолик и все это в скобочках… Да. Потому что все моды перестановочные. Так? Вы можете собрать вот этот вектор, так? как по каждой моде вектор когерентного состояния и перемножить их в тензорном произведении. А можно вот так собрать произведения операторов в виде тензорного произведения и им целиком подействовать. Так? Значит, теперь кси лямбда ката – это вот что такое. Минус корень из h ж лямбда ката поделить на h омега ката. И действие любого оператора уничтожения на наш вот этот вот. Вот такой. Да? Всем понятно? Всем понятно? Да? Нам естественно по свойствам когерентного состояния а лямбда ката найдет свою моду когерентную здесь и выдаст нам кси лямбда ката на тот же самый вектор. Согласны? Замечательно. Значит… Константин Алексеевич, можно вопрос? Да. А мы когда вот вводили само когерентное состояние, у нас было F-сопряженное, мы когда вводили. У нас здесь было F-а, F-сопряженное, мы сделали наоборот, поэтому без сопряжения… Ну, мне проще… Миша… Если банк согласится, вы можете в любом банке мира открыть счета и никто вам не запретит. Более того, никто не скажет, так? Что у вас они есть. Так же и здесь. Вы можете… У вас вот исходные коэффициенты F-сопряженное или в нашем случае J-же-сопряженное, мы всегда можем что-то… Переназвать. Переназвать, так? От этого физический смысл не меняется, потому что, как вы видите, в реальных ответах у нас всегда фигурируют модули квадраты, так? Что для энергии модули квадраты, так? Поэтому это не принципиально, я сейчас даже уже не помню, может быть, я здесь написал сопряженное в начале, а здесь без сопряжения, но в нам случае так чуть-чуть будет удобнее, чтобы вот здесь вот выскакивало просто кси, так? Значит, вот теперь, приготовив вот такое состояние, а это что у нас есть основное состояние поля под действием внешнего тока, мы можем сделать ровно то, что мы оговаривали в начале. Так… Включили внешний источник, возбудили поле доказательного состояния, напомню сразу, что коленетное состояние состояние с неопределенным числом квантов, так? Поэтому состояние поля, которое мы возбудили, состояние с неопределенным числом фотонов, так? Это немедленно снимает наши проблемы вот в этом матричном элементе, потому что здесь у нас определенное число фотонов, так? А реальный свет, он действительно соответствует случаю с неопределенным числом фотонов, свет, который мы видим, так? Потому что вы прекрасно знаете, что компоненты света обязательно фруктуируют. А фруктуируют они именно за счет того, что число фотонов неопределено, есть среднее, есть дисперсия, так? Дисперсия, ну, распределение идет попуассоном, и в результате у нас с вами вот этот эффект исчезнет, так? Ну, он действительно исчезнет, если мы возьмем вот такое среднее от оператора A, от R, R, T, так? По нашим общим правилам игры, так? Все извлекается через матричные элементы по тому чистому состоянию, которое мы приготовили, так? Как это состояние готовится, всем понятно, за счет чего оно возникает, тоже понятно. И теперь смотрите, значит, у нас в A есть операторы уничтожения рождения, а операторы уничтожения будут действовать направо и превращаться в собственное значение кси, так? Операторы рождения будут действовать налево, там превращаться в операторы A и будут выдавать кси сопряженно. Поэтому ответ у нас будет такой. Сумма по лямбда, интеграл по dk. Значит, здесь у нас будет численный коэффициент. С корень 2πh на омега k на лямбда от k. Это чисто классическая часть, поэтому она у нас, естественно, вынесется из матричного элемента. А здесь будет вот что. Кси лямбда k е в степени и кр минус и омега k t плюс. Соответственно, Кси сопряженная лямбда k, е в степени минус и кр плюс и омега k t. Это есть не что иное, как структура классического волнового пакета, так? У которого огибающие есть Кси лямбда k в фре представления. Ну, еще надо сюда омегу дописать. Что существенно? Существенно то, это вот как раз то, ради чего я старался. Кси у нас устроено вот так, так? Если мы подставим Кси в явном виде, я это делать не буду, просто потому что это место займет. Но всем видно должно быть. Самое важное здесь Кси можно выразить через фре компоненты нашего тока. Так? И вот что самое главное надо увидеть. Из-за того, что ток классический, здесь у нас корень из h, здесь у нас еще один множественный корень из h, так? И здесь h в знаменателе. Они сократятся. Поэтому ответ h, как и должно быть, не содержит, потому что это классическая световая волна. Так? Согласны? Иначе были бы проблемы, связанные с тем, что раз h есть, то, причем же здесь классическая компонента, так? h нет. И это действительно просто настоящий волновой пакет. Он собирается, как средняя по состоянию с неопределенным числом фотонов. Каждое экрегентное состояние с неопределенным числом квантов осцилляторов. Есть только средняя и дисперсия. Так? Поэтому здесь мы на уровне средних уже все увидели. Так? А вот следующий вопрос, он обязательный, который звучит так. Если есть средняя, то должна быть обязательно сделана оценка на дисперсию. Так? Для экрегентного состояния мы это уже с вами делали. Так? И убедились, что для экрегентного состояния закон дисперсии, это закон такой же, как для больших чисел. Так? Корень из квадатичной дисперсии будет корень из среднего числа заполнения. Ровно то, что предписывает закон больших чисел. Для экрегентного состояния он, естественно, выполняется для любого числа заполнения. Так? Не обязательно большого. Но структура у него именно такая. Так вот, значит, теперь мы с вами должны перейти к дисперсии. Вот это место очень тонкое, где можно, я вам сейчас просто покажу, наломать нехороших дров. Звучат так. Чтобы, значит, средняя от А у нас есть, нам нужна средняя дисперсия. Значит, для этого нужен, естественно, матричный элемент от А квадрат. Так? Мы имеем полное право. Конечно, в принципе, можно и делать покомпонентно. Для каждой компоненты. А, x, y, z. Так? Но оценить дисперсию нам достаточно для А квадрат. Так? Средняя для А есть, теперь нужно средняя для А квадрат. Так. Ну и вот здесь начинаются неприятности. Это заключается в том, что мы сюда должны подставить два фурье разложения для каждого А. Так? Каждое фурье разложения содержит А и А крест. Так? А все должно уйти сюда, а крест все должно уйти сюда и превратиться в соответствующее собственное значение. Но у нас с вами структура вот здесь будет такая. А плюс А крест. Я символами напишу просто. Так? А плюс А сопряженное. В каждом А сидит вот такая комбинация. В каждом компоненте экстрапотоциала. Поэтому нам с неизбежностью придется вот этот А прокоммутировать. Только здесь. Вот этот А прокоммутировать вот этим А крестом. Так? Все остальное после того, как мы переставим, даст нам как раз то, что вот здесь в квадрате. Потому что каждый А превратится в свой Кси. Каждый А крест превратится в свой Кси сопряженный. И в результате у нас с вами как раз и будет А среднее в квадрате. Так? Но к этому среднему в квадрате Так? Добавится вклад от коммутатора. Между А и окрест. Потому что мы обязательно должны вот этот А прокоммутировать будем с этим окрестом. Так? Значит, коммутатор это дельта функция символ Крайкера. Поэтому у нас добавка будет получаться в виде однократного интеграла. Так? ДК. Так? Сумма по лямбда нам даст просто коэффициент 2. Потому что каждый вектор поделизации умножится на себя. Так? Коммутатор нам даст вот этот. Дельта лямбда лямбда штрих. Дельта К минус К штрих. Так? Поэтому двойная сумма, который, двойной интеграл, который к нам придет отсюда, он снимется. Так? Двойная сумма по поляризациям снимется до однократной. Если К равно К штрих, то каждый вектор поляризации скалярно умноженный на себя даст нам единицу. Так? Их два. Поэтому здесь будет просто коэффициент 2 от поляризации. Так? А дальше у нас будет следующее. У нас с вами будут умножаться экспоненты, комплексно сопряженные друг на друга. Они друг друга сократят. Так? И останется только вклад от номеровочного множителя. С квадрат 2πH на омега К. Так? И на все. Потому что соответствующие экспоненты у нас друг друга будут сокращать. То есть в А и в окрест они комплексные сопряжения? Акси. Акси не будет. Акси. Кси не будет. Акси. Коммутатор. Коммутатор. Коммутатор вот такой. Так? Согласен. И здесь просто единичный оператор. А нету. Кси возникали из действия А на наш вектор омега. Вектор омега у нас с вами нормирован. Ну, здесь по-хорошему надо написать, чтобы замкнуть все равенства вот так. Так? Он у нас нормирован на единицу, потому что нормирован каждый со множителя в омега. Так? И мы с вами получаем следующую неприятную историю. Так? Ясно, что в ответе все остальное ерунда. Главное это вот этот интеграл. Так? Интеграл плохой. Так? Потому что если мы сюда подставим омегу К, то мы получим интеграл 4П от углов К квадрат ДК поделить на К. К отсюда. Так? И К квадрат ДК исчислитель. Расходится во всех измерениях. Так? Это я написал трехмерный случай. В двумерном будет К, ДК и 2П. А в одномерном будет просто ДК. В одномерном случае интеграл расходится логарифмически. В двумерном и трехмерном, соответственно, линейно и квадратично. Так? Не хороший результат. Так? Опасный. Так? Не буду распространяться насчет степени опасности. Но если вообще-то в квантовой теории поля, кто ее уже хлебнул, то знаешь, что в квантовой теории поля, конечно, расходимости сидят на каждом шагу. Так? Их там немедленное количество, потому что как только мы разрешили существовать бесконечному числу степеней свободы, мы автоматически получили дополнительную бесконечную сумму, которая, собственно, поражает весь этот ужас. Так? В квантовой теории поля с этим еще можно что-то просто убрать. Так? Тихо-тихо. Так? С ультерфайтовыми расходимостями, связанными именно с вершинами, надо бороться уже по-честному через настоящую перенормировку. Но это, это свет. Так? Ответ для классического света должен быть оформлен правильно. Так? Мы пока, к сожалению, вот здесь оказываемся сильно грешны, потому что вот такое прямое вычисление нас приводит к тому, что дисперсия света будет бесконечная. Бесконечная дисперсия, во-первых, физически это абсолютно безграмотно, такого быть не может. А во-вторых, ну, в свете, так, если бы была бесконечная дисперсия, то мы бы никакого света нормального бы не имели. А с учетом того, что сегодня мы 90 процентов информации получаем именно из зрения, так? Когда-то давно наши четвероногие предки, так, которые жили в лесах, у них все было не так. Так, в лесах зрение особенно не нужно, как вы знаете. Нужен слух, нужно обоняние и нужно осязание, так? Даже собаки, как вы прекрасно знаете, у них зрение обычно не очень хорошее, так? У птиц хорошее, потому что они летают, им надо видеть, что вокруг. А у животных это не так, у наших предков это не так, тогда это было не так важно. Сегодня мы 90 процентов информации получаем именно из зрения, так? Поэтому такой ответ нам оставлять нельзя, потому что опустить его невозможно, так? Проблема на самом деле серьезная, потому что мы же вроде бы сделали все правильно, так? Мы честно построили региентное состояние, соответствующее внешнему источнику. Внешний источник при этом у нас вполне может быть задан как локализованный, нормальный, честный ток, так? Без всяких сложностей типа сингулярности или делокализации, так? Это все управляется нашими коэффициентами жи, но в ответ-то для дисперсии жи не входит, так? Поэтому проблему надо решать, так? Чтобы ее решить, нам потребуется привлечь, естественно, в данном случае три серьезные значимые фамилии. Значит, проблему нужно решать, так? Тем более, что она решабельная в данном случае. Ну, кроме того, физика говорит, что все нормально, так? Это просто наша недоработка. Но недоработка принципиальная, поэтому она есть специально останавливаясь, чтобы всем было понятно, что такие вещи, во-первых, оставлять нельзя, так? А во-вторых, при больном пристальном взгляде они все разруливаются. Значит, привлекаем сюда три фамилии, которые я даже напишу, так? Ну и на самом деле, это-то уже прямо вот сюда, еще и теорема Канта. Не путать! Есть Эммануил Кант, так? Который, философ, с которым Волд завтракал, так? Вот, по которой, ну, на самом деле, поэтому он в Германии, и не только в Германии, пользуется колоссальным уважением, так? И могила его – это место почитания, хоть она у нас в Ленинграде осталась, но, тем не менее, она святое место, так? А есть математик Георг Кантер, так? Вот Георг Кантер нам… Значит, Кантер – это, в общем, десятка главных математиков в истории человечества, создать эти теории множеств, так? Кантер первый сказал, что есть натуральное множество, есть континуум, так? Это все множества разные. И чтобы сравнивать множество, нужно сначала оценить, какая у него мощность, так? Ну, на самом деле, это не только… Это у него самое главное достижение. И начнем мы поэтому с именно теории Кантера, так? Почему она нам нужна? Да, потому что мы с вами очень лихо ввели пространство в состоянии в виде чисел заполнения, так? Не задумывшись о том, что когда у нас один осциллятор, там с ним все прозрачно, это базис Гильбеттового пространства, потому что так все изначально было устроено. А когда мы включаем бесконечное число степеней свободы фотонных, так? То у нас состояние становится существенно более сложным, потому что это произведение по бесконечному числу отдельных компонентов, так? И возникает вопрос, а вот это совокупное множество, оно Гильбертово пространство или не Гильбертово пространство, так? Понятно? Так? Если это не Гильбертово пространство, то мы должны, в общем, забить тревогу, потому что все правила квантовой механики и квантовой теории поля потом, и квантовой теории поля то же самое делается, так? Просто так работать с базисом чисел заполнения и там ни в коем случае нельзя, так? Ответ на вопрос, что же у нас с вами за дверь в результате запущен в работу, дает теорему Кантера. Ну, вы ее, может быть, даже все знаете, а именно рассмотрим даже не такую совокупность чисел заполнения, а более простую, а именно последовательности со счетным числом элементов, у которых все числа заполнения это либо единички, либо нули. Ничего в этом такого нарушающего нашего правила игры нет, потому что, на самом деле, такие числа заполнения у нас всегда возникают для систем фермионов. За счет принципа Паули у нас больше единицы по каждой моде так быть не может, так? Значит, здесь у нас идет натуральный счетчик И, так? Так, нет, ЖИН. Насколько так, мы будем нумеровать столбцы, так? Это на равных счетчик, как все последовательности имеют счетное число элементов. То есть это, грубо говоря, строчки, так? Рассмотрим всю совокупность строчек такого типа с всеми возможными типами расстановок нулей и единиц, так? Какую мощность имеет это множество? Вроде бы просто можно ли такие последовательности перенумеровать? Так, ответ нет. Это теорема Кантера, очень эффектная, очень простая, так? Ну, а чтобы здесь все-таки был порядок, давайте все докажем. Тем более, что доказывается в 3 минуты, так? Значит, доказательства от противного, так? Мы в формальных системах имеем полное право этим пользоваться. Предположим, что у нас совокупность всех последовательств такого типа счетное множество. Это означает, что мы можем вот сюда уже, вот так, пустить индекс И натуральный, который будет их считать. Ясно? Каждую такую последовательность обзовем АИТ, так? Это просто наш вектор АИТ, можно такое обозначение ввести, так? Это строчка. Если у нас их счетное множество, тогда мы можем впустить в дело второй нумератор этого множества, так? И заработать матрицу АИТ, каждая строчка которой будет представлять из себя как раз нашу строчку. Их счетный набор, поэтому у нас будет бесконечно мерная матрица с двумя натуральными индексами. Сюда, Ж, Сюда, И, и которая будет состоять из нулей и единичек, так? Разбросанных в самом производном порядке, так? Тогда сделаем следующее, так? Раз это матрица, то в этой матрице мы можем всегда выделить диагональ. Диагональ это снова строчка, обозначим ее бета, так? Которая есть совокупность нулей и единиц, собранных по диагонали нашей матрицы, так? Значит, если написать это как матрицу, так? Как строчку, то элемент бета ИТ это АИТ. Согласны? Понятно, да? Понятный класс? Теперь построим строчку альфа стильды, равную единице минус бета. Так? Эта строчка тоже состоит из нулей и единиц, потому что бета состоит из нулей и единиц, значит, единица минус бета. А единица это строчка, создающая из одних единиц. Нет? Утверждение Кантера. Альфа стильдой не будет совпадать ни с одной строчкой из нашей матрицы, то есть из нашей совокупности счетной строчек вот такого типа, который мы предположили. Так? Доказательства. Рассмотрим ИТ элемент этой матрицы, этой строчки. Это единица минус бета ИТ, это альфа, АИТ, прошу прощения. Так. Единичка минус АИТ. Нет. Просто осуществляйте, это же альфа индекс, а не А. Так? Значит, это ИТ равно единица минус АИТ, так? Понятно, да? Значит, и давайте нашу строчку альфа, так? В ИТом элементе сравним с строкой АИТа, так? Строка АИТа исходного набора у нас имеет элемент АИИТа, так? И понятно, что у нас эти два элемента всегда различны, потому что если АИТа это ноль, так? То здесь ноль, а здесь единица. Либо у нас с вами АИТа это единица, тогда здесь ноль, а здесь единица. Поэтому наша вот такая строчка альфа не совпадает ни с одной строчкой АИТа из исходного набора, потому что если мы сравним АЛФа с любой строчкой АИТа, так? То в ИИТом элементе мы получим обязательно расхождение. Значит, поскольку АЛФа это у нас такая же строчка из нуля единиц, она должна принадлежать исходные совокупности, а мы исходную совокупность уже собрали в матрицу. Тем самым наша последовательность строчек из нуля единиц, она уже сама по себе не счетна, так? Поскольку ввести счетный итератор И для таких строчек не получается. Ну и тем более, если мы разрешим здесь существовать числом заполнения не 0,1, а любым натуральным, мы тем более мощность множества только увеличим, так? И тем более она станет множеством не счетным, а это автоматически в силу того, что все наши состояния с определенными числами заполнения ортогональны друг другу и тем самым линейно независимы. Напомню вам, что просто по построению мы для скалярного произведения будем иметь такое произведение, и поэтому у нас все состояния с определенными числами заполнения обязательно ортогональны, тем самым линейно независимы. Это означает, что то пространство, которое мы с вами строим в терминах числого заполнения, так, оно имеет по определению не счетный базис, так, поскольку оно содержит не счетное число линейно независимых векторов, так, и для того, чтобы их записать через базис, нам нужен будет базис, но уже не натуральный, а не счетный, а тем самым это не гибридовое пространство. А вся квантовая механика построена в рамках гибридового пространства. Все теоремы сходимости, все перестановки сумм, так, по развлажению по базису и матричных элементов, все доказывается только для гибридового пространства, так. Когда вы все можете обрезать до матрицы, так, конечномерной, и потом взять предельный переход с увеличением размерности этой матрицы. В случае несчетного базиса этого еще никто сделать не смог, ну и скорее всего, ну не будем гадать, но на данный момент никто не смог. Так, тогда у нас с вами возникает следующий вопрос. А что же делать? В нашем пространстве чисел заполнения, которое мы ввели, правила квантовой механики не работает на самом деле. И мы с вами вот здесь уже большие жулики, так, потому что мы здесь пользуемся правилами квантовой механики, а ими пользоваться нельзя. Так, вот отсюда у нас и лезут всевозможные расходимости, потому что здесь у нас с вами недоработочка. Так, чтобы с ней справиться, нам нужен Владимир Александрович Фок. Так, Владимир Александрович Фок, вот у нас на физфаке при входе висит табличка в память Николая Николаевича Боголюбова. Так, вот ровно такая табличка висит на питерском физфаке. Так, потому что Владимир Александрович Фок, фигура не менее значимая, чем Николай Николаевич, но все знают. Уравнение Кляйна Гордона Фока, так, метод Харты Фока. Так, есть еще гравитация, гармонические условия Фока, есть преобразование Мюллера Фока. Владимир Фок – это автор первого учебника по квантовой механике. Если фон Нейман – первая монография, описывающая всю структуру квантовой механики, так, то первый учебник, и, кстати, вполне неплохой. Другое дело, что он, конечно, Шелденгеровский, он в терминах волновой функции, но он написан в 1930 году. Он первый, так. И, в частности, Владимир Александрович, естественно, сюда тоже руку приложил, потому что вопрос-то это стоял, конечно, не сегодня, так. Почему и что делать, так. Значит, вернемся назад в тот случай, когда у нас строится наш вектор когерентного состояния по всем модам. У нас с вами сразу из него выскакивает вот такая сумма в показателе экспонента для нормировки, так. Остальную часть мы сейчас не пишем, главное вот здесь – это вот этот множитель. Так, дальше вот операторная часть, я ее уже писал, стер, так, и обязательно надо было сразу посмотреть сюда. И, на самом деле, задать вопрос, так, что пока у нас число мод конечно, так, эта сумма всегда конечна. Но как только у нас сумма стала бесконечной, у нас возникает вопрос отходимости. Тем более, что в показателе экспонента у нас стоит величина заведомо положительная, так, и если эта сумма разойдется, так, то у нас с вами ответ будет очень серьезный. Экспоненту 0, так, вектор автоматически 0. Никакого физсмысла в таком векторе у нас с вами нет, так. Так, поэтому нужно сделать шаг, который нас приводит к пространству ФОКа, так. ФОК-спейс – это тоже вот принято и аббревиатура, и без него ни квантовой теории поля работать не будет, ни наше описание света. Чтобы у нас с вами такого не случилось, чтобы наш вектор кси большой существовал как нормальный вектор, мы должны ограничить нашу сумму, ну или интеграл. Я здесь пишу знак обобщенной суммы, условием, чтобы она сходилась. А дальше вспоминаю свойства когенетного состояния. Так, мы уже их разбирали. Модуль х2 для одной осцилляторной моды – это среднее число заполнения. Поэтому, на самом деле, это означает, условие ФОКа означает, что если мы введем среднее число заполнения по всем модам, это и есть у нас сумма по каждой моде, так. Это и есть у нас наша сумма модуль кси равны к квадрату. Так, она должна быть конечна. Это означает, что у нас с вами из всего пространства состояния, натянутого на все возможные состояния с различными числами заполнения, должно быть выбрано подпространство с условием конечности среднего полного числа заполнений. Понятно? Как только мы это сказали и ввели условие, чтобы сумма чисел заполнения по всем модам была конечна, мы с вами немедленно ограничиваемся до Гильбертова подстанства. Потому что при таком условии автоматически базис будет счетным. Доказательство очень простое. Так, если вы оставите нули и единички, так, и возьмете число n, так, то любое распределение нулей и единичек, так, это игра в кости, это Монте-Карло. Понятно? Так, при любом конечном n у вас будет конечное количество выборок, так? Ну или можно сопоставить просто 2 в степени, ну по сути двоичный. Ну или сопоставить двоичному коду, кто помнит этот двоичный код, так? Здесь способов бесконечно много, утверждение это хорошо проверено и всем известно, что если сумма чисел заполнения конечна, то у вас автоматически подпространство, полного пространства чисел заполнения, это Гильбертово пространство со счетным базисом. Поскольку все базисные вектора в этом случае можно пересчитать. Это есть одна из главных аксиом Гильбертово пространства, существование счетного базиса. Благодаря счетному базису мы все наши операторы можем перевести на матричный язык и пользоваться теоремами сходимости предела по обрезанным матрицам, что лежит в основе всего математического описания Гильбертово пространства. Тогда и только тогда у нас включается квантовая механика. Но и этого мало, потому что теперь нам нужен Николай Николаевич Боголюбов в связи со следующими соображениями. Классический свет, так, это у нас всегда на самом деле конденсат фотонов в некоторое количество мод, собственно, которые мы с вами и регистрируем как классический свет. Потому что классический свет по определению это состояние с большими числами заполнения 1, 2, 10 фотонов, так, это еще не классический свет, так, это лишь флуктурационная компонента света. А, собственно, классический свет это то, где фотонов накоплено макроскопическое число, фотоны-бозоны, поэтому накапливаться они могут, так, и это как раз то, что лежит и в основе описания сверхтекучести. Вот, исходная работа Боголюбова, она была основана на конденсате атомов гелия в одно единственное состояние, так, ну, у нас конденсат будет более сложный, у нас есть некоторый набор мод, но условия фока, так, означают, вот здесь все работает, Условия фока означает, что число таких мод с макроскопическими числами заполнения будет обязательно какое? Конечное, конечное, согласны? Так, для того, чтобы этот факт учесть, мы должны переходить к классическому свету, так, более сложным образом, нежели просто взятием вот такого матричного элемента, так. Значит, вопрос какой-то? А что за руку? Может, я послушался? Так, значит, смысл в чем? Значит, во-первых, чтобы здесь нам выделить именно ту часть, которая ответственна за классический свет, мы оставить должны только моды, где у нас фотонов галкоскопически много, так? Для таких мод мы совершенно спокойно можем уже изначально здесь, на самом деле можно и здесь, заменить букву кси на корень из n лямбда ката на соответствующую фазу. Кси число комплексное, модуль кси квадрат, это и есть соответствующее число заполнения, так? И самое главное, что таких мод будет конечное число, а здесь у нас перебираются все, поэтому мы должны быть физиками и в ответ руками вести дополнительную, ну, то, что иногда, не иногда, а очень часто называют sampling function. Так, функцию, которая будет нам показывать, какие именно моды, так, у нас с вами участвует в образовании фотонного конденсата. Уже не того, что в жидком гелии, а того, что в свете, так? Значит, это функция, давайте обозначим, ж лямбда к, так? Так, ее условия, с очевидностью, это квадратичная интегрируемость, так, ну, на самом деле, это же функция выборки, так? Можно так, можно и на квадрат, это уже не принципиально, так? Которая нам будет показывать, какие именно моды экстремогритного поля участвуют в образовании конденсата и классической волны. Согласны? Эта функция не является заданной изначально, она зависит от конкретных условий формирования классического света, так? Вот здесь у нас источник, во-первых, уже сам по себе распределенный, так? Во-вторых, функция выборки уже есть там, потому что она отбирает из спектра только определенный набор волн, на которых, собственно, идет основное излучение, так? Потом в помещении идет многократное отражение, поглощение, так? И все процессы связаны с формированием окончательного потока, который мы с вами уже регистрируем глазами, светового потока, так? Но мы для того, чтобы здесь навести все как положено, должны добавить сюда эту функцию, так? Руками, подчеркиваю, она не следует из нашего общего формализма, но она следует из постановки задачи, так? Согласны? Прекрасно. Тогда вот сюда мы с вами допишем, куда-нибудь, какое-нибудь такое значимое место. Сотру. Значит, сумма по лямбда интегралу по ДК. Здесь лямбда КТ, G лямбда КТ, функция игрушки, которая нам из полного набора отберет только то, что для нас с вами существенно. В данной задаче, подчеркиваю, так? Вместо КСИ мы имеем полу направо написать корень из лямбда КТ и сюда добавить фазу. Так, здесь тоже корень. И здесь минус и фи лямбда КТ. Так. И вот такое среднее, оно уже гораздо более для нас с вами приемлемо за счет наличия функции выборки. Она автоматически отбирает конечный интервал по лямбде и по К, где у нас сформируется конденсат. Так. А тогда, чтобы оценить дисперсии, нам даже не нужно делать подробного вычисления. Нам достаточно воспользоваться тем фактом, что мы заранее знаем, как у нас флуктурируют числа заполнения. Так. Числа заполнения в конденентном состоянии это точный результат. В нашем случае можно даже и его не использовать, а сказать, что числа заполнения большие за счет функции выборки. Для них работает закон больших чисел. Дисперсия по отклонению n от среднего, так. Это будет n плюс минус корень из n. Так. И тогда мы с вами флуктуации классического поля имеем возможность учинить очень просто. Так. Дельта а у нас с вами будет получаться как n плюс дельта n сюда, так, минус а среднее. Так. Значит, дальше мы просто с вами раскладываем корень из n плюс корень из n. Ну, можно здесь плюс-минус написать для красоты. Выносим корень из n наружу, так, единица плюс-минус единица на корень из n, так, раскладываем в ряд. Вот это величину можно разложить, потому что n большое, так, это будет корень из n единица плюс-минус единица на два корень из n плюс следующие порядки отложения. Нам уже они не так принципиальны. Нам нужны вот эти главные. Значит, единица, так, это то, что мы вычтем из флуктуации, так, поэтому ее мы не разглядываем, так. Останется следующий член просто с плюс-минус одной второй. Поэтому дельта а у нас запишется так. Так, сумма по лям, да, интеграл дк, так, g лямбдк, так, давайте напишем. Так, а здесь у нас с вами будет плюс-минус одна вторая на наши экспоненты. Так, ну и, соответственно, здесь будет cc, так, cc всем понятно? Всем понятно? Комплекс, конжигит, место мало, так, аббревиатуры, очевидно, нужно использовать. Значит, и вот вы смотрите, как все здорово получается, так. Так, если бы не было функции выборки, у нас снова бы все разошлось, так. Но функции выборки это квадратичная интегрируемая функция, так. Поэтому с учетом функции выборки это у нас конечный результат в виде флуктуации конечной и локализованной от нашего электропотенциала, так. И в результате мы с вами получаем вполне прозрачную картину. Если мы с вами знаем функцию источника, так, g, да, наш ток, знаем кси, так. Так, если мы дополнительно к функции источника знаем функцию выборки, то мы по функции источника и по функции g восстанавливаем вектор потенциал и восстанавливаем флуктуацию, так. В обратную сторону, обратите внимание, все баш на баш. Так, если мы знаем средний вектор потенциал, то есть видим само световое поле, так, видим флуктуацию. Флуктуацию мы физически как раз и можем померить. То у нас есть две функции, а средняя и дельта, так, и через них мы определяем две неизвестные нам функции, функцию источника и sampling function. Понятно? Так, то есть либо-либо, либо мы так задаем исходник в виде источника и sampling function, либо наоборот по результатам измерения, то есть полная информация собирается о световой волне, которая у нас с вами фигурирует, как то, что у нас есть в нашей аудитории, например, у нас есть само среднее и есть флуктуационная часть. Она обязательно флуктуирует, так. Вы ее не замечаете? На самом деле она есть, действительно есть. В лазерных импульсах она очень хорошо видна, так. Здесь она видна хуже, потому что у нас сам пакет широкий, так. Поэтому на фоне широкого пакета, так, сразу увидеть флуктуационную часть нельзя. Но она обязательно есть, и тогда мы либо по а и флуктуации определяем источник и функцию выборки, так. Либо наоборот, зная изначально функцию выборки и функцию источника, мы восстанавливаем все характеристики нашего светового поля. Понятно? Понятно. Вот так и только так, потому что иначе нам грозят большие неприятности. Оставлять бесконечные дисперсии в таких вопросах, как свет, в общем, это, конечно, неграмотно. Так, ну что, чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше, замечательно. Значит, это мы справились с вами со световой частью. Теперь у нас не менее важная задачка, ну не задачка, а целая наука, которая тоже завязана на осцилляторе. Это колебания кристаллической решетки или, как это будет называться, паноны. Так. Значит, вот условно я рисую эффективный потенциал, в котором живут ионы кристаллической решетки. Так. В приближении малых флуктуаций ионов относительно положения равновесия. У нас эффективный потенциал решетки может быть записан так. Это будет, соответственно, V от нуля, плюс, если мы разложим по отклонениям каждого иона от положения равновесия. Так. Одна вторая. Сумма по И и Жи. В И Жито. Так. Р Ито. Р Жито. Так. Ну, я думаю, даже векторные значки здесь можно написать. Сейчас мы наведем порядок в обозначениях. Значит, Р Ито, Р Ито, так, у нас с вами индексы суммирующие по всем векторным значкам отклонения иона в каждой точке, так, и по всем ионам нашей решетки, так. Причем тот, кто мне скажет, что, казалось бы, в такой картинке у нас с вами по ионам сумма должна быть аддитивна, будет прав только частично, потому что на самом деле у нас с вами взаимодействие ближайших соседей в решетке остается даже на уровне классических отклонений, так. Поэтому, на самом деле, хотя бы ближайшие соседи сюда должны быть включены, и соответствующие перекрестные члены между ними тоже должны быть включены. Поэтому я, чтобы не громозить очень сложное длинное обозначение всех проекций и всех возможных вариантов комбинации отклонений, так, я просто пускаю индекс И и Жи как общий индекс, нумерующий все сразу, так. Так. Значит, В и Жи это у нас Д2В по ДРИ то ДРЖи то в нуле, так. Линейный член, понятное дело, отсутствует, потому что линейный член заунуляется, потому что мы в минимумах, так, остается только квадратичный. А дальше, это еще не фаноны, так, а чтобы прийти к фанонам, мы с вами должны сделать преобразование, вводящее то, что называется нормальные координаты, так. В и Жи симметричная, вещественная в нашем случае, матрица, так. Симметричная вещественная матрица, это у нас с вами матрица, которая приводится в диагональный вид даже не унитарным преобразованием, это в случае комплекса значных матриц, так, а ортогональным преобразованием. Это унитарное преобразование, ограниченное на вещественный случай, так. Тогда мы нашу матрицу В и Жи, ну, давайте даже без индексов, все-таки В и Жи, да, можем представить в таком виде, так, значит, значит, давайте, Р нехорошо, наверное. О, так, теперь сейчас, там О, крест, значит, О, О, О на, давайте пусть W, так, значит, О и альфа, В альфа бета, О, крест, ну, ОТ здесь можно сразу написать, так, бета Жи, я написал в матричном виде, индексы альфа бета, так, специально выбраны по-другому, потому что они есть нормальные координаты, они не являются координатами отдельного иона, так, и не являются координатами отдельной оси, так, это нормальные координаты, поэтому для них удобнее использовать специальное обозначение, так, матрица W диагональная, так, любая В и Жи, это вот таким преобразованием может быть приведена в диагональную форму, и в нашем случае, мало того, что она диагональная, в силу того, что это минимумы, так, это неотрицательная квадратичная форма, и тем самым W это матрица, содержащая только неотрицательные собственные частоты и собственные значения. W альфа бета это омега альфа, даже амега квадрата альфа, дельта альфа бета. Так? Ну, на всякий случай напомню, условия неотрицательности квадратичной формы, это условия неотрицательности всех главных миноров, так? Каждый главный минор вот таким преобразованием приводится в диагональную форму, и тогда у нас с вами вот эта матрица, так, в силу того, что минор это детерминант, так, эта матрица у нас для этого условия ООТ равно 1, так, поэтому детерминант от нее будет сюда давать единичку, так, понятно? И тем самым W тоже должна обладать свойством неотрицательности, так, поскольку она диагональная, то это означает, что на диагонали могут стоять только неотрицательные собственные значения. Возле чего мы с вами переходим к этим нормальным координатам. Так, значит, в нормальных координатах у нас с вами РИТой записывается как О и Альфа на Ку Альфа, Ку Альфа нормальные координаты. Алексеевич, а можете, пожалуйста, повторить, как называется то, что мы сейчас вводим? То есть, ну, я поняла про матрицу В, но в целом, вот, вы сказали, что... В целом, в целом мы пока диагонализуем матрицу В, так, мы рассматриваем малые колебания решетки относительно положения равновесия, так, и заменяем исходные, очевидные нам степени свободы каждого иона, а степень свободы каждого иона это отклонение его от положения равновесия по Декартовой системе координат, так? Но эти координаты не являются нормальными координатами кристалла, так? Не в них колеблется кристалл. Кристалл колеблется в нормальных координатах, вот они, так? Если мы используем такое преобразование, то у нас с вами матрица В автоматически диагонализуется, и тогда мы можем с вами записать гамильтониан, так? Исходный гамильтониан у нас писался бы так, H равно сумма по ИПИТа квадрат на 2МИТа плюс, ну, В от нуля можно опустить, одна вторая сумма по ИЖИТа ВИЖИТа РЖИТа, так? Так, уже вот это, вот это уже после того, как мы разобрались с диагонализацией, так? Переходим к нормальным координатам. Нормальные координаты вот эти квадричные формы не меняют, так? Поэтому в нормальных координатах мы получим следующее. Сумма по альфа, диагональность здесь гарантирована, П квадрат альфа на 2М альфа плюс одна вторая сумма по альфа омега квадрат альфа, Ку квадрат альфа. Это произошло за счет диагональности. Можно тогда еще М выделить сразу? Что? Ну, чтобы у нас на диагонале стоять не просто омега квадрат альфа, а М омега квадрат альфа. Ну, можно, ну, давайте это сразу вот здесь сделаем. Да, да. Так, тогда здесь будет М альфа, так? Это несовпадающие массы, так? Это масса, которая возникает как коэффициент в результате перехода к нормальным координатам. Это эффективная масса каждой моды фононного возбуждения, так? Это есть по каждой моде диагональный, эггоментарно-гармонического осциллятора, так? Каждая мода — это фононная мода, так? Нормальное колебание кристалла, причем это колебание кристалла всего, так? Это не колебание иона в отдельно взятом минимуме, так? Это колебание существенно более сложное. Оно собирается из суперпозиции колебаний всех ионов, так? Но именно за счет исходной структуры, так? Вот такой симметричной, неотрицательной матрицы, у нас в конечном итоге получается ответ в виде суммы гармонических осцилляторов. Каждый осциллятор имеет свой индекс альфа, так? Это сборный индекс, так? Он учитывает колебания ионов, ну, в зависимости от сложности решетки. Это могут быть учет либо колебаний ближайших соседей, либо колебаний некоторой совокупности соседей. Вот здесь это уже копать опасно, потому что это физика твердого тела. Так? Если мы в ней копнем, то мы в ней погибнем нас и навсегда, потому что физика твердого тела — это квантовое телеполе при конечной температуре. Так? Хуже и страшнее, зверя, не придумаешь, так? Там все есть, что в квантовое телеполе типа электродинамики, эхромодинамики, но все-таки нас спасает то, что она в вакууме, так? А здесь при конечной температуре удвоение числа степеней свободы и пошло-поехало, там мрак и вихрь, так? Поэтому лучше туда нам с вами для сохранения здоровья и здравого смысла, между прочим, глубоко не влезать, так? Ну, в таком виде все концы с концами у нас сходятся, так? И в ответе мы с вами немедленно получаем, поскольку для канонических конкунционных соотношений всего ортогональности преобразования мы совершенно так же получим ко альфа П бета, это и аж дельта альфа бета, так? Мы получим ответ сумма по альфа, аж омега альфа, а крест альфа, а альфа плюс одна вторая, так? После чего все остальное мы можем уже перевести на язык фононов, так? Возбуждение решетки в приближении малых отклонений ионов, подчеркиваю, так? Если мы будем рассматривать более сложные возбуждения, они так просто не перепишутся, мы должны оставаться в приближении квадратичных отклонений, так? Все остальные нелинейные эффекты, это уже не фононный спектр, это уже гораздо более сложные возбуждения, которые так просто у нас не опишутся. Но в приближении малых отклонений, так, мы получаем просто совокупность фононных мод. Каждая мода полностью эквивалентна фотону, с той разницей, что про эффективную массу, так, каждого фонона и частоту. Мы, в общем, честно говоря, знаем гораздо меньше, потому что если с электромагнитными возбуждениями все просто, у нас исходное уровень Максвелла записывается в явном виде, там никакой неопределенности нет, так? То эффективный потенциал решетки мы вообще-то знаем плохо, так? И знали плохо, и сейчас знаем плохо, потому что для того, чтобы его находить по-честному, нужно решать очень сложные уравнения типа Харт и Фок, да еще со всякими обменными слагаемыми. Ну, я не хочу вас пугать этим, но это сложные задачи, которые сегодня с трудом пробиваются на самых лучших суперкомпьютерах, и все, и все равно твердотельщики проклинают проблему знака, так? Проблема знака — это необходимость использовать, значит, твердое тело, это прежде всего электроны, так? Электроны — это принципы неразличимости, это детерминант с ветера для того, чтобы по-честному описывать систему электронов. И по-другому не получится, так? Если у вас электронов много, а в трудом теле их много, у вас автоматически возникают большие детерминанты, то есть большие матрицы. Работать с большими матрицами сложно, так? Потому что это n факториал действий для того, чтобы хотя бы вычислили детерминант. Понятно? И это очень сильно усложняет все вычисления, а учитывать надо, потому что раз все электроны неразличимы, то так или иначе надо учитывать все эффекты неразличимости. Поэтому здесь мы можем только апеллировать к эксперименту, так? И вот вам простейший пример апелляции к эксперименту, который приводит к физически значимому эффекту под названием, вот я уже упоминал, эффект Госсбауэра. Так? Бесфанонный ядерный переход, так? Переход ядра, либо возбужденное состояние с поглощением гамма-кванта, либо наоборот. Значит, гамма-ядерные переходы вы все хотя бы в первом приближении представляете, так? Это мэвы или кэвы, так? Значит, прилетает гамма-квант, поглощается ядром, которое сидит возле решетки, так? Значит, у ядра есть система возбужденных уровней, так? Значит, в нормальной ситуации она действительно с удовольствием гамма-квант поглощит, возбудится, так? Перейдет из нижнего состояния возбужденное, так? Но все такие спекции автоматически уширены, потому что помимо энергии ядро еще получает импульс отдачи от фотона, так? Это мы с вами теперь знаем. Каждый фотон переносит импульс, так? И, грубо говоря, он толкает ядро, ядро толкает другие ядра, и пошло колебание решетки. Это колебание решетки будет представить в себя совокупность фононных возбуждений, так? В результате у нас энергия фотона потратится не только на возбуждение до следующего ядерного уровня, но и на возбуждение некоторого количества фононов решетки, так? Поэтому энергия гамма-кванта дороже больше, чем, собственно, ядерный переход, так? В обратную сторону, если возбужденное ядро высвечивается и переходит вниз, так? То опять же она испускает фотон, так? Но частота фотона снова не будет соответствовать собственной частоте перехода, потому что фотон улетает, поэтому ядро приобретает снова импульс отдачи. Этот импульс отдачи снова расходуется на некоторое количество фононных возбуждений, так? И поэтому частота вот этого излученного фотона, ну, на самом деле, рентгеновский, либо гамма-кванта, так, будет меньше, чем, собственно, частота перехода, понятно? Все вот такие спектры нормальные, они у-ши-е-ны, так? Или он прилично уширен, потому что фононные моды в зависимости от конкретной ситуации могут возбуждаться весьма прихотливым образом, так? Поэтому сколько здесь фононов возникнет, так? Это очень сильно зависит от конкретной ситуации, так? Как именно фотон толкнул ядро, как оно разложилось по нормальным модам, это все очень сильно зависит от конкретной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok